А можно хоть одно нарушение логики официальной наукой? Официальная наука многократно нарушает логику. Очень много позиций, где официальная наука нарушает логику. Ну давайте. Потенциальная яма. Это переход энергии. Есть в каждом учебном пособии для инженеров, для математиков, для физиков. Для физиков. Математиков, наверное, не в каждом. Смысл в чем? Вот вы равновесие. Равновесие – это равенство весов, равенство сил. Вы подменяете потенциальной ямой, где происходит переход энергии. Есть графичек у вас такой. Это нарушение первого закона логики. Вот вы равенство сил подменяете переходом энергии. Все. Это нарушение первого закона логики. Дальше. Постулат о постоянстве скорости света. Это официальная наука. Этот инженеров же официальный, да? Постулат о постоянстве. Вот постулат – это нарушение законов логики. Закон номер 4. Закон достаточного основания. Вот без всякого научного основания сидел такой, да? Видолажкой запостулировал. Скорость света постоянно. Нарушение законов логики. Теперь постоянно в любой системе отчета. Приехали. То есть, если мы запускаем один фотон, вот один ровно, берем 48 разных систем отчета, да? Движущихся. И этот фотон во всех системах отчета у нас постоянен. То есть, это вот нарушение закона логики, да? Это люди сумасшедшие, по сути своей. Дальше. Темная энергия. Основания есть какие-нибудь научные для темной энергии? Нет. Есть математический как бы просчет, и было бы неплохо, если бы была какая-то сущность. То есть, это закон достаточного основания нарушен. Темная материя, то же самое. Дальше. Кротовые норы. Полный бред. Вот закон достаточного основания. Черные дыры. Нарушен закон достаточного основания, да? Плюс, если черные дыры рассматривают как объект, на поверхности которого скривляется пространство, то там намотка, прям вот, подмена терминов, нарушение первого закона тожества. Это все на одной позиции. То есть, сейчас современная наука, в кавычки можно смело брать, это не наука, берем ее в кавычки. Вот современная наука, это сплошное нарушение законов логики и безграмотность. Это факт. Фальсифицировалось немного не о том термин. Это принципиальное существование возможности либо опровергнуть, либо подтвердить гипотезу каким-либо способом. 2 плюс 2 равно 4. Есть возможность проверить, так это или нет. А вот, например, гипотеза, выдуманная, ну и по ходу, что давным-давно в пространстве был буликсир, который выкипел, образовал Дух Святой, не фальсифицируется. То есть, такие фантазии нельзя не опровергнуть, не подтвердить. Фальсифицировалось, про критерии, он существует, он нужен зачем-то людям, которые не знают четвертый закон логики. Закон достаточного основания. Вот люди, которые знают логику, им вот эта фальсифицировалось, она стыдна, позорна и не нужна. Вот, есть закон логики, закон достаточного основания, из которого следует, что давным-давно в пространстве ваш буликсир, который выкипел, образовал Дух Святой, несостоятельная информация. Нет достаточных оснований, чтобы ее всерьез воспринимать. Для этого есть закон. А если вы плюете на законы логики, тогда вам надо бормотать, путать фальсифицируемость с проверяемостью. Вот вам надо, что сделать, вам надо проверяемость, нужна проверяемость теории, да? А вы бормочите о фальсифицируемости. Вот, давайте по-хорошему, вот сфальсифицировать. 2 плюс 2 равно 4, можно сфальсифицировать? Можно. Так, нарисовать 2 плюс 2 равно 5. Сфальсифицировали, сфальсифицировали. Это что-то доказывает, какую-то научность 2 плюс 2 равно 4? Нет. Давайте, 2 плюс 2 равно 6, можно сфальсифицировать? Можно. Зачверкнули 6, написали 8, сфальсифицировали 2 плюс 2 равно 6. Оно теперь равно 8. То есть вы можете сфальсифицировать и первое, и второе. Что вы в результате получили? Что обе теории фальсифицируются, обе являются научными. И 2 плюс 2 равно 4 научное, и 2 плюс 2 равно 6 научное. Они же фальсифицируются. То есть вот это вот бормотание импортное. Вы просто вот любой балбес за бугром начинает что-то бормотать, про фальсифицируемость, или про что-то другое, вы вцепляетесь в это и тащите в наше научное пространство. Не надо тянуть весь бред, вот слабоумный, тянуть наше научное пространство. Вот тут, наверное, критика поперла Андрей Малышев. Есть где-то нормальное объяснение данной теории. График изменения комплексного приталкивания и отталкивания между двумя телами от расстояния. Непонятно, как достигается устойчивое равновесие. Читая основы космологии, есть график сил в GFI. На 22-й странице какая сила за что отвечает. Откуда у EFI-то есть максимум по мере роста расстояния спад. Для продвижения теории стоит переработать этот материал. Я не критикую, но подача слабовата. Вместо роликов лучше нормальную версию пособия сделать. Пронумеровать все рисунки и графики. Описать все силы, обозначенные на них. Спасибо. Так, ну вот первый человек, которому не ролики, а текст. Ну, давайте глянем. Так, ну давайте попробуем. Так, читаю основы космологии, есть график сил на 22-й странице. Какая сила за что означает, откуда у EFI-то есть максимум по мере роста расстояния спад. Ну, ну давайте. Тут у нас текст вот прям все написано. Вот мы же не просто графики горябаем. В других же геометрических условиях планетарная схема, силовая замкнутость отсутствует. Факторов влияющих на это несколько. Пишем их подробнее. Мы хоть и считаем тяготение, как и взаимоотношения центров масс, но фактически тяготение находится в зависимости от телесного угла. Телесный угол там приведен. При приближении тела телесный угол увеличивается, час масс разносится в стороны, а в дальнейшем следует продвижение в центр Земли. То есть, вот показан график вполне конкретно. График, да? И это все описано. Кроме того, в реальной модели, где плоскостей нет, имеется ощутимая разница между внешним и внутренним, а от Солнца с воздействием. Этот фактор зависит от реальных расстояний. То есть, есть тело справа. Для него график вот так выглядит. Поскольку второе тело у вас где? Слева, да? Одно слева, другое справа. Мы развернули график и показали его. Как будет для данного тела воздействие со второй стороны. И вот у нас получается как раз сумма этого всего. Вот если взаимодействующие плоскости разводить, то замыкающий фактор ослабевает, поскольку увеличивается свободная зона. Тут показано вот две плоскости взаимодействующие. У нас там анимация соответствующая есть, да? Когда тело между двух плоскостей проходит. Показано силовое воздействие. Показано вот как раз яма между двух сил. Тут вы просто почитайте внимательно текст. Я не знаю. Вот лучше того, что написано, напишите тогда сами. Все описано, все подробно, все сказано текстом. Дополнительным размыкающим фактором является центробежная сила, которая целиком зависит от скорости данного тела. То есть у нас здесь рассматриваются все ситуации. Вот здесь конкретно ситуация для тела, проходящего между плоскостей. Сила от одной плоскости – это один график. Сила от второй плоскости – второй график. Попробуйте просто перечитывать текст, а то как-то вы, видать, на интуиции смотрите. Но в любом случае, комментарий засчитан. Понятно, что надо что-то писать еще более понятно. Но это тогда просто надо будет расширять, переписывать монографию еще на более доступный язык. Подумаем. Спасибо за комментарий. С вами был Виктор Катюшек, канал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok